...характер по методике известного в прошлом и сейчас тоже, конечно, известного немецкого психиатра Карла Леонгарда. Ну, давайте перейдем к плану нашей сегодняшней работы. Итак, план у нас сегодня такой простой, состоящий из трех пунктов. Это что такое темперамент и характер. Мы просто вспомним немножко из прошлого вебинара какую-то информацию, кто об этом уже знал, пусть вспоминает, кто об этом не знал, эта информация, может быть, будет для вас новой, заодно с ней познакомитесь. Следующее. Что такое акцентуация характера и темперамента? Мы коснемся немножко этого понятия. Вот так как определение акцентуации характера и темпераментов в психодиагностике занимает очень большое, значительное место. В психодиагностике как разделе практической психологии. Ну и третий пункт нашей сегодняшней программы – это диагностика акцентуации характера или особенностей характера и темперамента по психодиагностической методике имени Карла Леонгарда. Вот вы видите, у нас рядом с нашим планом есть такая картиночка, которая изображает три фигуры и объединенных таким треугольником. Если мы образно представим себе, что такое приблизительно характер, то можно представить его в виде такого треугольника, который включает эмоции, эмоциональное состояние, волю и включает ум или интеллект. Вот именно сочетание вот этих трех компонентов, у каждого человека их, скажем так, дозировка этих компонентов, может быть, естественно, она есть разная. И зная об особенностях, об избытках или недостатках каждого из этого компонента в структуре своей собственной личности, мы можем как-то более правильно настраивать самих себя и, может быть, как-то нивелировать недостатки, которые могут быть в нашем характере. А могут, конечно, и не быть. То есть, в данном случае исследование характера по Карлу Лиангарду, вот это исследование, оно предназначено для того, чтобы выявлять акцентуацию, вот заострение характера. Но не все же ведь люди, которые живут на Земле и имеют эти акцентуации характера, правильно? Есть же люди, и таких людей довольно много, которые акцентуации или заострение черт характера не имеют. Имеют характер, так называемый, синтонный или такой сбалансированный, можно назвать такой характер, в котором некие, может быть, выпирающие или некие доминирующие черты компенсируются противоположными чертами, в результате характер у человека становится таким, ну, скажем, неприятным, если можно так сказать, во всех отношениях. Вот это, значит, о структуре того, что входит в понятие характера, еще раз повторю, что это эмоции, это воля и это ум или интеллект. Ну, давайте теперь вспомним с прошлого нашего занятия, с прошлого вебинара о том, что такое темперамент. Как мы с вами говорили в прошлом вебинаре, что темперамент является основой для строительства характера. Вот, собственно, темперамент включает сюда, включает в себя особенности эмоциональные, эмоционального реагирования на те или иные явления в жизни человека и частично включает волевые компоненты. Вот в темперамент не входит компонент, познавательный, когнитивный компонент не входит, но этот компонент когнитивный входит в уже понятие характера. Вот, ну, давайте, значит, вспомним, что такое темперамент от латинского слова temperamentum, означающего соразмерность или надлежащее соотношение частей. Вот мы, если вспомним картинку на прошлом слайде, где три части вот чего-то, да, вот точно так же вот темперамент тоже состоит из неких частей. И вот соразмерное их соотношение этих частей создает вот особенности темперамента. Это устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности. То есть, как мы с вами говорили в прошлый раз, это особенности центральной нервной системы, динамики функционирования центральной нервной системы. Вот, темперамент составляет основу развития характера. С физиологической точки зрения он обусловлен типом высшей нервной деятельности человека и проявляется в поведении человека, в характере и в степени его жизненной активности. То есть, да, действительно, мы с вами можем вспомнить такие типы темпераментов, которые отличаются большой активностью, скажем так, внешней активностью. Это, например, кто у нас там, это холерики, например, и сангвиники, да. Вот, а есть два типа темперамента, которые отличаются меньшей внешней активностью. Вот это флегматики и меланхолики. Но зато они отличаются как раз очень сильной внутренней активностью. Вот это, как бы, так, скажем, такая компенсация не слишком выраженной внешней активности. Итак, что такое характер? Вот от греческого слова характер, примета, отличительная черта или знак. Это структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств. То есть, здесь очень важно, что это сравнительно постоянных, определяющих особенности отношения и поведения личности. Когда говорят о характере, то обычно подразумевают под ним именно такую совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определенную печать на все ее проявления и деяния. Черты характера составляют не те существенные свойства человека, которые определяют тот или иной образ действия, образ жизни. То есть, характер – это именно, по большому счету, это отпечаток. Очень такой сильный индивидуальный отпечаток на всем, что делает человек. Еще одно из определений, что характер – это совокупность устойчивых черт личности, определяющих отношение человека к людям и выполняемой работе. Характер проявляется в деятельности и общении, как и темперамент. Включает в себя то, что дает поведению человека специфический характерный для него оттенок. Если мы попробуем резюмировать здесь сказанное, то нужно отметить следующее, что одним из важных моментов, касающихся характера человека, является такая структура, которая называется направленность личности. Направленность личности – понятие разрабатывалось в советской психологической школе, в зарубежных психологических школах зарубежных направленность личности не слишком получило свое развитие. Но, тем не менее, понятие направленности личности очень-очень важно. Почему? Потому что направленность личности указывает на то, на что по большей части направлена активность той или иной личности. И направленность личности может быть на что? Например, на самореализацию. Это прекрасная форма направленности. Но может быть направленность личности и на получение удовольствий. Это уже не всегда позитивно может сказаться на судьбе самого человека. И вот это входит тоже в понятие характера. То есть, как мы с вами уже можем сказать, что это некий набор индивидуальных таких черт, которые накладывают отпечаток практически на все проявления, на все качества личности человека. Поэтому характер, он очень-очень важен. Изучение и понимание характера очень-очень важно. Вот. Дальше. Что такое акцентуация характера? Если мы с вами можем приблизительно сказать, что такое синтонный или сбалансированный характер, это когда различные черты, которые могут быть у человека, и противоположные черты в характере могут наличествовать. Но они, тем не менее, друг друга компенсируют. И поэтому мы можем сказать, что, допустим, о таком человеке, у которого есть разные черты, скажем так, наличествуют в характере разные черты, но они, противоположные черты, при этом компенсированы, мы можем сказать, что это человек такой, скажем, имеющий гармоничный характер, да? Это такой человек, с которым большинству людей приятно и легко иметь дело. Вот. Но, к сожалению, не все люди, вот так вот заведено природой и обществом, что не все люди имеют вот такой гармоничный, приятный во всех отношениях характер, да? Существуют некие особенности. Так, например, существуют некие заостренные черты характера, которые еще не, ну, как бы, не... для человека не составляют проблемы пока еще в жизни, но мы можем сказать, что вот та или иная черта, вот такая специфическая, например, вспыльчивость, да, она, допустим, характерна для вот того-то и того-то из наших знакомых. Или, например, такая черта, как педантичность. Вот вроде бы тоже личность такая вот целостная, вообще шикарная такая вот и гармоничная, но вот иногда эта педантичность как бы у человека, ну, аж вот бывает иногда выпирается. Вот это является неким таким заострением характера, черт характера, которые, в принципе, не для человека и для окружающих не представляют никакой проблемы. И это такая норма, просто такая вот особенность. Но если черты характера превышают, как бы, ну, выпирают сильнее, чем вот обычная такая вот особенность, такого вот заострения, то появляется то вот ситуация, которая называется акцентуацией характера. Это то, на что в свое время обратили внимание Карл Ильянгард и наш отечественный соотечественник, наш психиатр Андрей Евгеньевич Личко. Итак, акцентуация характера – это крайний вариант нормы. То есть, значит, наши специалисты, психиатры говорят о том, что акцентуация характера – это еще не психическая патология, не патология, а крайний вариант нормы. Но с патологией, скажем так, немножко его роднит то, что эти черты заостренные, акцентуированные, они могут создавать уже проблему для носителя, для личности, которая несет в себе эти акцентуированные черты. То есть, зачастую не просто может нести проблемы, а и несет, создает проблемы. Вот, итак, акцентуация характера – это крайний вариант нормы, при котором отдельные черты характера чрезмерно, чрезмерно усилены, в следствии чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей устойчивости к другим воздействиям. Иными словами, при акцентуации характера у человека возникает такая себе ахиллесовая пята, то есть некая болевая точка, которую, если другие люди или совершенно случайно, невзначайно могут найти, на нее, скажем так, надавить, либо, если ее обнаружит такой опытный манипулятор и начнет на нее давить, то это может привести к срыву деятельности такого человека, носителя вот такой вот акцентуации характера. Вот. Иными словами, акцентуация представляет собой вариант психического здоровья, нормы, которые характеризуются особой выраженностью, заостренностью, непропорциональностью некоторых черт характера к всему складу личности, приводит к ее определенной дисгармонии, ну, скажем так, определенной дисгармонии. Если продолжить дальше, то еще большее заострение черт характера уже выходит за пределы нормы и попадает в такое вот понятие, которое называется психопатией. Или же по современной классификации это нарушение личности и поведения. Но мы, так как мы психологи, а не психиатры, мы с патологией дела не имеем. Вот. Мы имеем дело с нормой и с вариантами нормы. Дальше. Вот автором концепции акцентуации, акцентуации и характера, и темперамента, пояснить нужно, что и характера, и темперамента, был немецкий психиатр Карл Лиангард. Он ввел термин акцентуированная личность. Вот, кстати говоря, сразу же не отходя далеко от кассы, тем из вас, кто заинтересуется этой темой акцентуированных личностей, акцентуированных характеров, акцентуированных темпераментов, я могу порекомендовать книгу Карла Лиангарда, которая называется «Акцентуированные личности». Вот. Я думаю, ее можно будет без проблем найти в интернете. Эта книга очень интересна, и она интересна тем, что состоит из таких вот двух, как бы таких вот частей больших. Одна часть – это пояснение Лиангардам особенностей своей вот этой классификации характеров и темпераментов, а вторая часть – это иллюстрации из художественной литературы тех типов акцентуированных личностей, которые описывает Лиангард в своей классификации. Поэтому я рекомендую всем, кто серьезно интересуется психологией, эту книгу Лиангарда найти, скачать или купить и прочитать. Будет очень полезно. Итак, вот Карл Лиангард, собственно говоря, тот, кто придумал, ввел точнее, эту концепцию акцентуации. Значит, а наш соотечественник Андрей Евгеньевич Личко, психиатр известный, уточнил этот термин, изменил его на акцентуацию характера, так как личность, по его мнению, слишком комплексное понятие, скорее подходящее вот уже для психопатологии, для психопатии. Вот мы с вами сейчас, на сегодняшнем занятии, мы познакомимся с концепцией и с классификацией акцентуаций Карла Лиангарда. В дальнейших занятиях, которые также у нас следующий вебинар, будет посвящен теме характера, акцентуации характера и темперамента, их сочетанию, этих акцентуаций, и какие типы личности при этом могут образовываться, и как вот с ними, с этими типами личности нам взаимодействовать. Вот там мы в следующем занятии, мы также познакомимся с концепцией Андрея Евгеньевича Личко, которая, она не сильно отличается от концепции Лиангарда, но есть просто свои нюансы, которые тоже нам бы не помешало бы знать. Вот. Ну, давайте продолжим. Итак, теперь о самом опроснике Лиангарда, который мы с вами сегодня будем, по нему будем обследовать собственные личности. Вот теоретической основой опросника является концепция акцентуированных личностей Лиангарда, которую он в одноименной книге излагает. В соответствии с этой концепцией, все черты личности могут быть разделены на основные и дополнительные. Вот это довольно важно. Основные черты – это стержень личности. Они определяют ее развитие, процессы адаптации, психическое здоровье. При значительной выраженности основные черты характеризуют личность в целом. В случае воздействия неблагоприятных факторов они могут приобретать патологический характер и разрушать структуру личности, то есть приводить к психопатизации. Личности, у которых основные черты выражены, вот ярко выражены, названы Лиангардом акцентуированными. Акцентуированные личности не следует рассматривать в качестве патологических, как мы уже с вами об этом говорили. Этот случай заострил неопределенных, пущущих каждому человеку особенностей. По Лиангарду в акцентуированных личностей потенциально заложены как возможности социально положительных достижений, так и социально отрицательный заряд. Вот дальше мы когда-то с вами будем разбирать уже в следующем вебинаре, сочетание, вот яркие такие типы и сочетание типов акцентуаций, мы с вами посмотрим, где, каким типом акцентуации соответствуют такие как бы резервы вот для достижения, ну скажем так, для больших высоких достижений и где, и каким образом эти акцентуированные черты, эти акцентуированные личности имеют свою ахиллесовую пяту. То есть где они могут быть, куда может быть нанесен вот такой вот случайно, либо преднамеренно какими-нибудь злономеренными действиями может быть нанесен удар, и тем самым личность может пострадать. Итак, Карлом Леонгардом выделены 10 типов акцентуированных личностей, которые достаточно произвольно разделены на две группы. Это акцентуации характера по его классификации, это демонстративные, педантичные, застревающие, возбудимые типы. И акцентуации темперамента, это больше связаны с эмоциями, это гипертимный тип, дистимический тип, тревожно-боязливый тип, циклотемический, эффективный, экзальтированный и эмотивный. Вот, не пугайтесь под вот этих вот названий, мы сейчас их как бы все загручивать мы не будем, мы будем, ну как бы так вот, не спеша, а вдумчиво будем с ними знакомиться, если нам это понадобится. Еще там одно занятие, хорошо, если два, то два. Значит, тема эта такая обширная и важная, поэтому будем в нее вникать. Итак, перечислим немножко, вот очень вкратце, что эти типы акцентуации обозначают. Вот, демонстративный тип характеризуется повышенной способностью к вытеснению. Вот, значит, вытеснение, что такое, если мы вспомним с вами психоанализ, вытеснение – это способность личности человека выкидывать, выталкивать, очень быстро выталкивать в бессознательные, какие-то неприятные для него вещи. Вот, неприятные воспоминания, вот, или, вот, какие-то неприятные события, вот, и тому подобное. И личности, вот, демонстративные, они имеют эту, вот, особенность такую, они очень быстро и легко выталкивают все, что бессознательное, вот, все, что им неприятно. Ну, в дальнейшем мы, естественно, с вами будем более углубленно ознакомиться с этими чертами, и кто-то, может быть, увидит их у себя, кто-то, может быть, увидит их у своих знакомых. Далее, педантичный тип. Люди с этим типом отличаются повышенной ригидностью и инертностью. Вот, тоже будем с вами дальше рассматривать этот тип. Неспособностью к вытеснению травмирующих переживаний. То есть это тип в некотором смысле противоположный демонстративному. Застревающий тип. Характерна чрезмерная стойкость эффекта. То есть застревание человека на определенных чувствах. То есть либо на позитивных, но чаще на негативных. То есть это тоже ничего хорошего, да? Возбудимый тип. Это повышенная импульсивность, ослабление контроля над влечениями и желаниями и побуждениями. Вот тоже такое случается. И можно сказать, что возбудимый тип, если это очень ярко выраженные черты возбудимости, это, скажем так, люди с ярко выраженными чертами. Ну, я бы сказал, что это наименее приятные люди в общении. Наименее приятные. Далее, типы акцентуации, темперамент. Это гипертимный тип, которому свойственно повышенный фон настроения в сочетании с оптимизмом, высокой активностью. Потом дистимический тип, это наоборот сниженный фон настроения, пессимизм, фиксация на теневых сторонах жизни. Тревожно-боязливый тип, это склонность к страхам, робости, пугливости. Циклотимический тип, это смена гипертимных и дистимических черт. То есть от полета эмоционального до субдепрессивных состояний. Аффективно-экзальтированный тип, это характеризуется легкостью перехода от состояния восторга к состоянию печали. Вот это вот основные такие сопутствующие тому типу состояния. Эмотивный тип, родственен предыдущему типу, аффективно-экзальтированному, но проявления не столь бурные. Вот у людей этого типа отличаются особой впечатлительностью и чувствительностью. Итак, это вкратце значит на тех типах, которые можно выявить с помощью опросника Карла Леангарда. Вот сейчас у нас с вами на экране находится, я вам демонстрирую слайд с двумя ссылками, которые можно просто щелчком открыть в окне браузера и пройти тест Карла Леангарда, который состоит из 88 вопросов. И получить в конце, получить какой-то результат в виде такой таблицы или графика, в котором будет показано, сколько баллов набрал в вашем типе, в вашей личности, ваша личность набрала сколько баллов по тем или иным показателям темперамента, характера и темперамента Карла Леангарда. Значит, я прошу вас открыть какую-либо из этих ссылок. Если у вас из окна презентации она не открывается, то я смотрю уже наш модератор, значит, да, Лин, это написано опросник Шмишека, это оно. Вот он называется, в полной версии, он называется опросник Леангарда Шмишека. Вот поэтому, если написано Шмишек, не пугайтесь, это все равно Леангард, это все нормально. Вот, значит, если у вас открываются ссылки, открываются из окна презентации, хорошо, если нет, то можно открыть из окна чата, куда эти ссылки разместил наш модератор. Вот я прошу вас приступать к ответам на вопросы. В конце, значит, я прошу, когда вы дойдете до конца, все-таки там не бросить вопросы, вот, отвеченные, а нажать кнопку, которая там будет там далее, или там закончить, вот, чтобы в конце концов получить результат, чтобы у вас ваши ответы не повисли вот в воздухе без окончательного расчета. Так, если у всех все нормально, прошу, работаем. Если у кого-то какие-то технические проблемы, пишите в чат, мы постараемся, постараемся, наш модератор постарается вам в этом помочь. Ввиду того, что там имеется 88 вопросов, поэтому я прошу вас сильно не затягивать с раздумиями, вот, но тем не менее, тоже, пожалуйста, будьте внимательны и не отвечайте импульсивно. Отвечайте так, как есть на самом деле. Ну и когда кто из вас закончит, через какое-то время давайте знать в чат, что я закончил, я закончила, будем обсуждать результаты. Спасибо. 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 У меня страница не найдена. Попробуйте по другой ссылке, открыть в браузере другую ссылку, попробуйте. Сейчас я тоже, кстати, попробую открыть, чтобы я уже тоже убедился, что. Так, у меня работает, все нормально. Так. Ну, слава Богу, что у вас все нормально, тоже работает. Работаем тогда все вместе. Олег, давайте, пожалуйста, мы сейчас не будем отклоняться от темы в психоанализ, в вытеснение. Вы можете, если вам интересно, в гугле найти информацию по поводу вытеснения и по поводу, что такое бессознательное, так как тема у нас сегодня не этому посвящена. Вот, может быть, в будущем мы с вами будем возвращаться к психоаналитическим теориям каким-то, тогда вот будем обсуждать, что такое вытеснение, что такое бессознательное и где оно. Вот, к сожалению, сейчас я не смогу потратить достаточно времени на объяснение этого момента. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Если вы получили результаты, по каждой шкале будут какие-то определенные цифры, вы, пожалуйста, себе их сохраните, потому что они понадобятся не только на сегодня, но и на следующее занятие. То есть можно либо это сохранить файлом на компьютере у себя, либо переписать на бумагу. Но результаты эти нам нужно будет сохранить. Причем по всем шкалам, по которым есть, их нужно будет сохранить. Так. Заряна закончила. Замечательно. Сохраняем теперь полученные результаты. Либо сохраняем этот файл с данными на компьютере, либо можно переписать на лист бумаги. Вот. Даже можно вплоть до того, что в таком, в правильном профессиональном варианте даже рисуется график. График с столбцами. И каждый столбец рисуется на определенную высоту, соответствующую количеству баллов, набранных по той или иной черте характера. Так. Есть. Замечательно. Ждем, когда закончат все наши участники. И тогда будем разбирать результаты. Учим. Помню. Замечательно. Замечательно. Учим. И григорий. О, стaju, Нет. Учим. 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 Учим percentile нарудие 언제будео. 2, маяाcu persönlich. так людмила закончила хорошо для тех кто заканчивает я прошу вас сохранить обязательно сохранить эти результаты либо сохраните файл вот на компьютере вот тот который у вас получился либо пишите перепишите себе эти результаты на листке так карина елена закончили так очень хорошо ожидаем наших участников которые еще не закончили так виктория закончила очень хорошо замечательно у нас процесс подвигается к завершению диагностики так замечательно так но я думаю что уже большинство если не все тут подавляющее большинство наших участников вебинара уже закончили и получили некие результаты некую такую таблицу с описанием с описанием чьи названием черты характера и какого-то балла который написан вот рядом с этой чертой вот ну давайте теперь мы с вами познакомимся с критериями критериями значений полученных баллов и так если вы по той или иной черте ваши баллы получились в диапазоне от 0 до 6 баллов это низкие значения то есть это не выраженная черта если вы получили от 7 до 12 баллов по той или иной черте это среднее значение средняя выраженность черты если больше 12 баллов то есть от 13 до 18 баллов это уже высокое значение это уже заострение черты характера вот если же очень высокие баллы то есть от 19 до 24 баллов то это означает акцентуация то есть резко остро выраженная черта характера давайте в чат поделимся у кого из вас получились какие максимальные баллы по каким чертам вот вы набрали максимальные баллы то есть если у вас больше 6 нигде нет в общем то можно и тогда и ничего не указывать а вот те черты которые вас набрали допустим 712 и больше так эмотивность 21 заряная мотивность 21 так екатерина тревожность 18 у кого еще какие какие есть циклотивность 21 то есть пока я вижу что у наших девушек это акцентуации темперамента вот связанные с эмоциональностью так на так наталья мотивность тревожность 21 циклотемия 21 экзальтированность 24 так еще так у кого еще какие баллы то есть у вас есть а участники у которых где с помощью методики или ангардаш мишика диагностирована акцентуация определенные черты или определенных черт характера так виктории гипертивность 18 хорошо сергей наталья вот еще бы знать кто вы на самом деле сергей или наталья экзальтированность 24 было хорошо так возбудимость 18 застревание 14 у елены хорошо так ли демонстративность 20 экзальтированность 18 застревание 16 вот такой некая даже парадоксальное сочетание есть так лариса гипертивность 21 балл так татьяна олеговна циклотем на семативность тревожность гипертивность застревание все по 18 да как то у вас очень уж много черт так у кого еще он так при этом педантичность 16 честно отвечала очень хорошо так снежана возбудилась гипертивность тревожность по 9 остальные 14 15 18 да тоже выраженные черты есть так оксана у нас вообще выложила все свои данные так эмотивность высокая циклотемность высокая педантичность так очень хорошо оксана гуряк экзальтированность 24 дистимичность 21 циклотемность 21 вот а теперь скажите мне пожалуйста девушки наши вот которые получили высокое количество баллов вот по чертам темперамента вот связаны именно с эмоциями сказать и действительно ли вы в жизни вот такие вот такие вот вы эмоциональные с перепадами настроения от полета вдохновения депрессии вот уже ли вот у вас действительно это есть вот такая такие вот выраженные такие вот черты так екатерина говорит да я тревожная очень так хорошо это конечно это не хорошо но вот то что диагностированы черты это хорошо так лариса говорит что нет так так татьяна да есть а так значит ирина повторяю да а вот тех кто может не услышал к нам позже подключился и так циклотемичность или циклотемия означает перепады настроения от чуть ли не счастья до чуть ли не горя вот это циклотемия это именно один фон одного настроения а резкие перепады то есть например повышенное настроение может длиться например там несколько дней потом идет резкий спад непонятно по какой причине совершенно казалось бы вне вне вот каких-то обстоятельств наступает вот такой вот тяжелое такое почти вот субдепрессивное состояние вот это циклотемия вот опять через некоторое время опять значит настроение взлетает до до небес так блин в мыслях внешне спокойно а есть перепады настроения так олег у нас пишет что у вас олег у вас какая-то выраженные черты у вас есть так у вас пишите что демонстративность 16 баллов да хорошо значит когда на следующих занятиях будем разбирать сочетание черт вот там тогда мы будем больше говорить о этих особенностях так она 4 даже в течение дня бывает перепады такие да да ну вот бывает это такая циклотемия может быть и такой и так вот мы поняли что есть есть это у людей бывают такие вот заостренные черты раз уж вы как бы проведи этот тест получили такие по некоторым чертам получили высокие баллы по мнению от ли ангарда наличие таких высоких баллов говорит о некой 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 дезадаптации в жизни о том что такие черты очень часто людям вот их имеющим они создают жизни определенные проблемы вот скажите вот действительно ли так создают ли черты от ваших выраженные заостренные те которые вот имеют скажем так от 18 до 24 баллов имеют ли они в вашей жизни влиянии действительно ли они создают какие-то проблемы вам вашей жизни так ли это так екатерина да создают ну например какие давайте может быть еще кроме того что да вот может быть буквально в нескольких словах вот в чем вы видите эту проблему со своим характером со своим темпераментом как как именно они создают вам проблемы так грубость меня ранят создают проблемы отношениях с мужем в частности ну ладно пока мы сейчас не будем наталья внедряться в эти отношения с мужем вот иначе мы отдалимся от темы нашей так екатерина очень трудно перебороть страх кто еще может поделиться своими наблюдениями о том как ваши заостренные черты вот вам создают проблемы так сергей наталья так знать бы желательно что именно так так проблема есть мы пока не вижу связи с результатами так так едино педантичность затягивания выполнения работы циклотивность непонимание окружающих циклотивность это же эмоциональное состояние они связаны с пониманием окружающих так людмила не мешают людмила вы счастливая вот личность я вам завидую вам ничего вот черты не мешают это просто шикарно вот это реально очень хорошо так значит на там не мешают даже помогают но это замечательно тоже если вам акцентуированные черты не мешают а даже помогают и в принципе это действительно возможно когда акцентуированные черты могут человеку в жизни действительно как-то помогать так вот давайте бы немножко немножко коснемся того как акцентуированные черты могут очень так где-то где-то помогать где-то мешать так буквально коротенько вот допустим возьмем демонстративной личности да а снежана говорит у меня средние баллы я думала будет хуже уж понимаете что хуже или лучше как бы так нельзя говорить хуже или лучше вот тем более тем более я должен обратить ваше внимание обратить ваше внимание на то что как бы на некую ошибку которую могут допускать психологи либо не профессионалы вот любители либо психологи не очень опытные это ошибка такая это делать выводы из одного теста по всей личности в целом вот профессионалы естественно такой ошибки не допускают профессионалы оценивают личность очень многим по многим бы таким вот параметрам это и различные тесты это обязательно наблюдение за человеком скажем так если есть возможность в его реальной деятельности в реальной среде обитания это зачастую также опрашивают знакомых близких вот людей опрашивают о особенностях поведения и тогда вот когда имеется весь этот комплекс комплекс информации это результаты тестирования и наблюдения и опросы расспросы и опросы родственников и каких-то знакомых тогда можно делать какой-то вывод о личности человека био особенностях индивидуально психологических особенностях в данном случае конечно нам это дает некую информацию о личности дал каких-то уязвимых местах с другой стороны акцентуированные личные чисто черты как я уже говорил они могут давать человеку в руки какой-то определенный козырь вот например возьмем несколько вот ну как бы несколько ситуаций допустим человека выраженные демонстративные черты они как сказать фрейд в свое время он говорил о том что особенностью вот таких вот личности у кого выраженные демонстративные черты это склонность к вытеснению вот вытеснению как бы всего неприятного вот бессознательно то есть просто забывать это все немедленно так вот во первых как бы это это свойство тем хорошо что люди способны справляться с неприятными ситуациями в жизни попросту просто выталкивая из сознания бессознательные забывая вот это один из плюсов еще один большой плюс демонстративных личностей это личности как правило артистичные то есть это люди которым приятно быть в центре внимания то есть они из них получаются очень хорошие артисты вот люди которые выступают ораторы например там и тому подобное вот то есть люди которым которые находятся в центре внимания вот это это козырь вот демонстративность демонстративные черты это козырь для того чтобы достигать каких-то успехов в деятельности где требуется а вот внимание да вот человек получает внимание от других людей вот дальше например такая такие черты как педантичность да вот работодатели очень любят педантичных исполнителей правильно же вот то есть это люди которые действительно выполняют работу очень скрупулезно которые несколько раз проверяют правильно ли сделал или неправильно сделал в результате скажем так на человека можно положиться конечно недостатки этого типа не при при акцентуации например как бы настолько теряется в своих сомнениях что никак не может закончить работу которую которую начал который проводит вот поэтому тоже понять здесь есть плюс есть здесь есть минус то есть плюс является тот что педантичному человеку можно доверить очень ответственную работу и он ее скажем так девяносто девять процентов что он ее не завалит а сделать ее так как нужно вот вот какие еще могут быть допустим есть еще такой возбудимый тип возбудимый тип он при выраженных чертах скорее можно считать его не очень приятным таким негативным типом характера это люди которые ну скажем действительно их называют люди с тяжелым характером вот но у людей возбудимого типа тоже есть плюс они способны к такой вот эти упорной целенаправленной работе по достижению целей то есть в отличие от педантов которые которые аккуратные да то меня возбудимые они именно крайне упорные вот если им создать определенные условия для для деятельности то они могут достигать очень высоких результатов там где другие представители других вот типов характеров они просто просто сдадутся вот поэтому с вами сказали немножко он таких вот позитивных вот чертах вот это если взять мы возьмем акцентуации темпераментов например гипертимный да вот тип темперамента это люди которые постоянно веселые вот это вообще как это людям очень приятно приятно жить с такой акцентуацией их вообще мало тревожат какие-то вот заботы вот проблемы вот это не в том смысле что они вытесняют а в том смысле что они вообще не замечают вот и как бы это уходячий человек праздник вот такие вот люди гипертимного типа вот другие типы акцентуации именно вот темперамента то есть эмоциональные вот заострение эмоциональных черт у них уже не все так к сожалению радужно есть типы акцентуированные которые постоянно переживают вот такие вот склонны к переживанию неприятных чувств вот и к сожалению как бы компенсировать это это нечем вот и эти страдания можно сказать у люди возникают там где у других людей они просто не могут появиться вот и людям те которые те люди которые за собой такое замечают и те которые получили высокие результаты по вот например по шкале циклотинности или там дистимичности вот или лоббильности эмоциональной так далее вот им нужно понимать что то есть нужно как-то как-то абстрагироваться от эмоций которые которые их могут захлёстывать вот то есть больше когда вы видите что у вас захлёстывают эмоции значит нужно передать контроль уму то есть чтобы он сказал что в общем то как это мы в этом эмоции сами там побурлите где-то да там как-то там по вот тем не менее я то есть я вся целая личность я тем не менее останусь вот как бы невозмутимой если вообще такое возможно ну более или менее невозмутимой так вот екатерина пишет perfection is never perfect enough ну совершенно верно да вот есть такие да типы и вот завершая вот завершая сегодняшний я хочу сделать такой анонс на следующее наше занятие что мы в следующем занятии вебинаре с вами будем рассмотрим не только сами проявление вот этих вот выраженных акцию акцентуированных черт но мы с вами еще обязательно рассмотрим их сочетания потому что ну как вы уже заметили из своих собственных результатов далеко не у всех есть выраженная черта только одна какая-то да то есть такие люди у которых одна черта выраженная такая доминирующая но у многих людей есть сочетание выраженных этих заостренных черт вот такое их сочетание тоже формирует у человека определенный определенный тип реакций вот и мы с вами на следующий и следующий раз их и рассмотрим это же значит посмотрим на их этих типов смешанных типов и их по какие-то такие положительные черты которые можно использовать как как козыри как некие преимущества так и обратим внимание на отрицательные черты значит и как как постараться их их нивелировать вот ну что еще можно сказать об акцентуациях вот есть некоторые акцентуации характера которые могут быть присущими человеку например на протяжении всей жизни а есть некоторые акцентуации которые возникают на какой-то период например на период возрастку подросткового вот развития подросткового возраста и с окончанием этого возраста подросткового они как бы эти черты нивелируются так например один из типов акцентуации которые часто появляются подросткового потом потом тоже зачастую может нивелироваться это тот же самый циклотимный тип то есть мы что же говорится из своей жизни своего так сказать со своей опыта своего предыдущего помним если если помним себя в подростковом возрасте как колеблется настроение до подростка вот то можем с этим согласиться что да вот циклотимная акцентуация на присущие присущим многим довольно таки подросткам она может последствии потом перерасти а может и у человека какой-то сглаженной степени остаться на всю жизнь вот так же еще часто у подростков встречается такая такой тип акцентуации как гипертимный да то есть связанный с повышенным фоном настроения вот и хорошо если как бы если такой тип остается сохраняется во взрослой взрослой жизни тогда мы действительно имеем человека который можно назвать человек праздник да который вокруг себя вот распространяет такой позитивный позитивный настрой ну и на этом на этом я хочу пожелать вам всем нашим участникам всего самого наилучшего спасибо вам за внимание за то что вы были с нами я жду вас в нашей такой теплой компании на следующем нашем вебинаре по теме практическая психология также я как-то плане рекламы хочу тем из вас кто еще не участвовал в нашем вебинаре по скорочтению быстрому запоминанию тоже принимать участие в этих наших вебинарах ну и до следующих встреч наших наших прямых эфирах в интернете со школа ешка всего доброго до свидания